Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста. Был ли, на ваш взгляд, Александр Григорьевич, тот самый план взять Киев за три дня? Ну, это так образно было сказано. Сильные мира сегодня, так как в Саудовской Аравии. Собрались, и России там нет. За что за переговоры и за разговоры? Друзья, всем привет. Сегодня очень знаковая дата. На самом деле, именно 18 августа начался путь в Советском Союзе. 18 августа 1991 года. Тогда было создано ГКЧП. Ну, а дальше события развернулись. Арест Горбачева, 19-е, 20-е, 21-е. Итог все знают, но начиналось все именно в этот день. И характерно, спустя столько лет именно в этот день выходит фактически призыв Путина к миру, к Украине. Давайте замораживайте конфликт, давайте договариваться о чем-то. И в качестве гонца он отправляет, правильно, картофельного спаса. Уже один раз картофельный спас. Пусть уже будет дважды картофельный спас. Кстати, друзья, завтра яблочный спас. Видите, сколько у нас есть таких символических совпадений. В общем, Лукашенко вышел с интервью с предательницей Панченко. Вчера рассказывал немножко о ней и об этой ситуации. Кто не встретил, посмотрите, ссылку оставлю в описании. Ну, а уже есть полное интервью и суть его одна. Давайте, пожалуйста, остановимся. Путину страшно. Он понимает, что ситуация очень сложная. Особенно после мятежа Вагнера на рубль за сто. Мы продолжаем давить по направлениям. Они отбиваются, но очевидно, что градус очень высокий. Поэтому он фактически в открытую предлагает переговоры через Лукашенко. Сейчас обо всем расскажу подробно. Подпишитесь обязательно на канал. Вы знаете, под описанием к видео кнопка. Если она у вас черная, нужно нажать на нее, чтобы она стала белой. Кнопка лайк, палец вверх. Шерьте, комментируйте, что вы думаете об этом интервью. Мне это очень интересно почитать. У нас очень много очень умных людей пишут комментарии. Мне прям читаю. Иногда я думаю, о, ничего, всякие интересные мысли. И это интересно. И, друзья, кто может, продолжаем сбор донатов на 251-й батальон Каевска Сич. Друзья, поддержите. Это крутые ребята. И под Бахмутом воевали. И сегодня им там нужна наша поддержка. Итак, друзья, Лукашенко дал большое интервью. Диане Панченко, наша предательница, которая сейчас там сидит в оккупированном Донецке. Мне интересно, она же там проклинала Путина и говорила слава ЗСУ. Потом все это поудаляло, все эти сообщения. Ну, классическая предательница. Сейчас приехала обслужить Лукашенко и приехала сделать с ним большое интервью. Цель которого явно очевидная по этому интервью одна. Это призыв давайте к переговорам. Почему могу это сказать? Ну, во-первых, только об этом там, собственно говоря, и шла речь. И Лукашенко говорит, Украина, ну, еще им важно, значит, что Украина должна сделать первый шаг. То есть, вот, ну, на самом деле, первый шаг делает он. Ну, видите, типа, ну, понятно, ведь, кто просит переговоры, в тот, значит, неудобные позиции. Поэтому Лукашенко говорит, Украина, конечно, должна, ага, обойдешься, послушайте, картофельного фюрера. Ну, надо сделать первый шаг. А первый шаг – это мир. К миру надо идти. Да, можно бороться за эти территории. Я и не говорю, что их надо бросить и прочее. Но метод надо другой избрать. Но воюя за эти территории, вы потеряете вот эти. Понимаете, это все перед тобой. Это тебе дано. И ты, исходя из этого, как задачи решали, дано. Но надо решить задачу и получить какой-то ответ. Какой вы хотите ответ? Чтоб спокойно было, чтоб люди не гибли, чтоб твои дети не гибли. Чтоб тебе кусок хлеба был и заработать можно. Да, дальше он говорит, ну, да, переговоры, а что же, только единственный вариант. Вот что бы он сказал Зеленскому? Ну, что вот война срочно ее останавливает, и что? Значит, ты такие, Володя, Володя, послушайте. Надо сделать все, чтобы не было хуже. Да, что свершилось, то свершилось. За это придется отвечать. Тем, кто в этом виноват. Но сегодня надо остановиться. Надо развитие, особенно для Украины негативное развитие событий, надо остановить. Оно негативным будет прежде всего для Украины. Вот это вот единственное, что я ему сегодня хочу сказать. Чтобы он это услышал. И отсюда начинать плясать. И он как бы объясняет, что, значит, почему эти переговоры возможны дальше. Потому что, мол, цели СВО уже все достигнуты. А, вот так вот. Помните, деноцификация, демилитаризация, что там еще у них было? Украины, значит, что, в чем достигнуты цели? Ну, какой-то бред, но он говорит, все цели достигнуты. Говорит, Украина уже никогда не будет агрессивной по отношению к России. Агрессивной? Так кто, ну, то есть, представляете, какой бред вообще он несет? Украина никогда не простит России теперь то, что она сделала. Вот это правда. Но он втирает другое. И обратите внимание, он там дальше говорит, и я уверен, я уверен, Путин считает так же. Ну, типа, что все, Путин, мол, все своего достиг, готов договариваться. Послушайте. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны. Украина будет другая. Она будет, во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите, толковые люди, которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними надо выстраивать отношения. Тут же важно, Лукашенко делает ссылку, что, мол, думаю, что очень взволновала Путина, на самом деле, встреча в Саудовской Аравии, куда приехал и Китай, и, собственно, Саудовская Аравия принимала участие. Вот эта встреча советников по национальной безопасности, советников президентов, которые готовят саммит мира от Украины. Поэтому он говорит, как это, мол, без России? У них тогда была истерика на эту тему, а тут и Лукашенко об этом говорит, мол, что там собираются за их спиной? Как? Не, так, мол, не пойдет. Ну, то есть, тоже еще один привет от Путина. Послушайте. Классический подход, садимся за стол переговоров, в том числе сильные мира сего, не так, как в Саудовской Аравии, собрались, и России там нет. Зачто за переговоры и за разговоры. О чем вы договариваться решили? За спиной у главного действующего лица. То есть, те, кто вовлечен, те, кто чувствуют, что они там должны быть за столом переговоров, они должны быть. Как наживку для этих потенциальных переговоров Лукашенко также использует, что, мол, готова Россия говорить обо всем. Ну, даже о Крыме готова говорить. Тут же говорит, ну, Крым не отдаст, но говорить готова. Мол, ну, готовы говорить обо всем, давайте только говорить. Послушайте. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать все. И Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Все там надо обсуждать. Ну, за столом переговоров. Садимся, вырабатываем повестку дня. Как обычно это бывает. Перечень вопросов. Можно вернуться к тем вопросам, которые тогда были выработаны. Притом Россия готова была обсуждать те вопросы. Я даже говорил, вот Крым там возбудили все в России. Ой, спасибо Лукашенко, что сказал, что и Крым обсуждали. Все обсуждали. Конечно, Россия никогда в жизни не пойдет на то, чтобы, ну, как вы говорите, вернуть Крым. Этого не будет. Я пока сомневаюсь, что и здесь можно на Востоке о чем-то договориться. Но Россия готова на любую тему разговаривать. Я вам точно говорю, готова на любую тему разговаривать и обсуждать любую тему. Но вы, подталкивая американцами, этого пока не хотите. Конечно, не мог самовлюбленный картофельный спас. Тот еще нарцисс старый. Не рассказать о вагнеровцах. Как же это? Он же картофельный спас. И он очередной раз это напомнил. И, мол, договорился все, даже Путина ни о чем не спросил. Ну, такой вот серьезный человек. Послушайте. Он мне перезвонил через 4 часа, посоветовавшись с командирами. И говорит, да, мы согласны. Но, во-первых, уголовные дела возбудили там. Это вопрос решаемый. Мы обсудим с президентом Путиным, решим этот вопрос. Второй вопрос гарантии безопасности. Я ему сказал, ну, вплоть до того, что если будет такое решение, я вас выведу на территорию Беларуси. Я даже с Путиным не обсуждал это, когда я ему предложил это. Поэтому никакая Россия сюда вагнер не заводила. Ну, а чтобы вы понимали цену всем этим словам, и что это все, конечно же, ну, кроме призыва к миру, все остальное, это просто бред еще одного бункерного деда. Ну, чуть более меняемого. Ну, потому что Беларусь-то все-таки, ну, приходится юлить между всеми. И чтобы дальше грабить беларусов, их убивать, он и подлизывает и Путину, и Китаю, и кому угодно. Поэтому это у него там с инстинктом самосохранения, может, дела и получше. Но то, что он врет просто безостановочно 24 на 7, вот вам приведу один пример, говорит, не знал он, что Путин начнет войну. Кстати, ну, если ты, знаете, уровень, то есть ты не знаешь, с твоей территории войска другого государства атакуют Украину. Ну, и ты не знал, они тебя даже не спросили, ты же вообще кто-то, ты вообще никто, у тебя тогда просто вытерли ноги. Ну, и, конечно, врет про то, что он не знал. Есть свидетельства о том, что министр обороны Беларуси звонил, Резникову говорил, вон, типа, сдавайтесь. А он говорит, я узнал, когда Путин выступил, ну, то есть, типа, в 5 утра тогда, ну, вранье. Послушайте его. Мы с ним встречались, у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась. Он мне дословно сказал, впервые тоже об этом вам говорю. Он мне говорит, слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если не дай бог, что случится, ну, мы союзники, конечно, союзники. Все знают наши договоры. Против России кто-то воюет, мы вступаем в войну против Беларуси, они вступают в войну. У нас единая армия фактически здесь создана. Если вдруг что случится, я говорю, Саша, что может случиться? Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста. И в первые дни специальной военной операции, если вы помните, я сделал заявление, что мы не ввязываемся в этот конфликт, мы мало чем можем помочь. Россия и так может справиться с кем угодно. Но стрелять русским в спину мы не позволим. Помните, это было связано вот с просьбой Путина? Ты прикрой меня, пожалуйста. Он опасался. Ну, как что он врет, вы поняли, друзья. Но теперь еще одно по поводу цены всех его прогнозов. Это очень смешно. Даже в этом интервью это проскочило. Помните, как он рассказывал, что за 3-4 дня, мол, все. Теперь, говорит, ну, образно. Это было образно. Послушайте. 4 февраля в интервью Соловьеву за несколько недель до войны вы сказали, что в случае войны России и Украины все продлится 3-4 дня, цитирую, там некому будет воевать. Был ли, на ваш взгляд, Александр Григорьевич, тот самый план взять Киев за 3 дня? Ну, это так образно было сказано, там 3-4 дня. Друзья, в общем, это все было образно. И врет он, и прогнозы его не стоят ничего. Путин очень хочет переговоров. Конечно, Лукашенко тоже очень боится, потому что он понимает, что проигрыш России – это обвал режима Путина. Обвал режима Путина – это обвал его режима. Ну, он его вассал, и он это очень хорошо понимает, поэтому вот эти послания, друзья, передает. Что я могу сказать? Это значит, что нам надо поддерживать наше ЗСУ, и нам нужна сильная позиция. Он говорит, вот пусть Украина просит о переговорах. Это ты не дождешься никогда, а чтобы иметь сильную позицию, здесь определяющим является поле боя. И поэтому ближайшие два месяца, потому что мы вот на рамках нашего контрнаступления вышли, собственно говоря, в решающую стадию. Мы вышли к этой линии, в районе взятия урожайного. Это фактически в том участке, то, что происходит под Работино сейчас и в Работино. Мы вышли, выходим на эту линию, собственно говоря, Суровикина при Славуту. Ну, а дальше у нас есть два месяца. Мы эту линию прорываем, и это один расклад. Мы эту линию не прорываем, и это другой расклад. Поэтому, друзья, помогаем ЗСУ. Не забывайте донатим, и в том числе давайте 251-м батальону Киевска-Сич. Это сегодня главное задание, которое перед нами стоит. Поделитесь, друзья, этим разбором. Это важное видео. Не забудьте подписаться, лайк, шер, комментарий. Тремаем устри.